На портал Экзегет поступил следующий вопрос. Чувствую себя ни на что не способным. Как быть? Действительно, время от времени, я думаю, подобное состояние посещает практически каждого из нас. Это могут быть разные жизненные обстоятельства, возраст, состояние здоровья, все что угодно. Но подозреваю, что такой опыт в той или иной мере всем нам знаком. Священное Писание по этому поводу, может быть, не всегда дает однозначное учительство в плане текста, но многообразное количество примеров, где совершенно четко указывает, что наше действие принципиально важно в очах Божьих. И только наше бездействие, недеятельность являются той точкой, к которым Богу нечего предложить. Поясню на примере. Огромное количество пророков, например, совершенно не считали, что имеют в себе какую-то особенную благодать, особенный дар, предрасположенность к тому, чтобы через них вдруг заговорил с людьми Бог. Пророк Амос говорит о себе, «Я был пастух и собирался к Аморы». То есть, никогда в жизни я бы не подумал о том, что Бог изберет меня для такого типа служения. Или те же самые великие пророки, когда Исаия входит в храм и видит восседающего в славе Бога Саваофа. Говорит, «Я погиб, я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели Бога Саваофа». Но что говорит ему Бог? В абсолютно пустом храме, где только священник Исаия и Бог, Бог обращается с вопросом вот в эту пустоту. Кто пойдет за нас? Исаия понимает, что здесь больше никого нет. Но говорит, «Пошли меня». И с этого начинается история одного из самых ярких пророков Израиля. С апостолами мы видим похожего же рода логику. С многими другими праведниками Библии мы видим похожего же рода логику. Принципиально важно наше действие. Бог даст благодать, даст свою помощь, укрепит руку трудящегося. Но для этого эта рука должна делать. Для этого мы должны начать. «Все могу о укрепляющем меня и Иисусе», говорит апостол Павел. Это та мысль, которую мы должны иметь перед собой во все дни нашей жизни. Продолжение следует...